Музыка Открытая веранда, которую вы сейчас видите, друзья, на заднем плане, является как бы переходной зоной между домом и садом. Я люблю время проводить на веранде. Я называю ее открытой комнатой. У меня много видов удовольствия задумано на веранде. Я продолжаю ее обустройство. Кому интересны всякие переделки, будьте со мной на связи. А сейчас я пришла сюда, чтобы с этого угла зрения показать вам, что я вижу, сидя на веранде. Ну, просто находясь на веранде, не обязательно сидя. Вот такой вот роскошный вид у меня на мой цветущий сад. Наверное, сейчас вы понимаете, почему веранда является моим любимым местечком. Оно правда таковым является? Наверное, пожалуй, да. Самая любимая комната во всем доме. Зацвела красавица юбка. Кто не видел, как растет юбка? Вот, полюбуйтесь. По-моему, считается суккулент, но я не уверена. Вот, в этом году у нее почему-то только две стрелки. Может быть, попозже будет больше. Это природное растение у нас, друзья, в Луизиане. Вот, но оно не выросло тут само по себе. Мы с мужем выкопали какое-то маленькое растение. Одну розеточку. Вот, и оно, видите, сколько тут уже превратилось в такую куртину. Вот их розетки видно теперь, да? Много их теперь. Но это прошло несколько лет. Это, конечно, многолетник. Вот. Зимой тоже ее листья вот в таком точно же виде. Цветет раз в году она. Вот сейчас начало мая. Цветы у нее без запаха, но красивые. Посмотрите, какая красота. Вот. Как я за ней ухаживаю? Только обрезаю вот эти стебли с отсветшими цветами. Больше ничего не делаю. Не удобряю, не поливаю, не опрыскиваю. Размножайте у себя на участках, в садиках, где только можно, ваши природные растения. Это самые благодарные растения, самые дающиеся нам легко. Потому что о них заботится сама матушка природы. У этой юки съедобные корни. Но я выращиваю ее для красоты, не для еды. Хотя могла бы выкопать и приготовить себе блюдо. Я ела корни юки, они напоминают картофель. Ну так, знаете, близко. Не совсем уж как картофель, близко. Вот. Ела я их в Мексике. Был буфет в гостинице, где мы останавливались. И я там ела корни юки. В каком виде, я уже подзабыла. По-моему, они даже и в салат добавляются. Или чипсы тоже были. Почему мне они им напомнили, это очень сильно картофель. Нет, ну правда, со мной согласятся люди, которые отведали корни юки. Какое-то сходство с картофелем есть. Растет у меня в саду витекс священный. Вот, собирается цвести. У него едва приметные тут пока. Вот так лучше вроде видно. Но их много. Соцветия с маленькими голубыми цветочками. Высокая. Высокий куст у меня. Вот. Вот такой. Ему много лет. Неприхотливый. Он похож на природный. Потому что у меня есть витекс священный. Другой сорт. И там как-то цветы поинтереснее, побольше цвета другого. Вот если у этого, знаете, такой светло-синий цвет, у другого темно-синие цветы. Вот. Ну, поражает меня витекс. Посмотрите, вот это вот маленький кустик из семян от мамочки, которая рядом. Вот. Вырос сам. Маленький. И вот у него тоже это самое, цветочки есть неприметненькие. Я его не опрыскиваю, в смысле не убиваю, ничего не делаю. Пускай растет. Вот. Поражает меня тем, друзья, что семечко упало в трещину в асфальте. Ну, в дорожное покрытие упало, вот попало, да. Вот еще малюсенький тут растет. То есть какая схожесть у семян, какое жизнелюбивое растение, да, борется за свою жизнь. Вот. И пускай растут. А вдруг и правда им все равно. Корни будут там в земле. Вот. Может быть и вырастут полноценные кусты. Кто их знает. Эксперимент. Вот. И еще один. Вот. Это у меня место для загорания. Машина, я думаю, проедет. Это у нас вообще-то проезжая часть. Вот. Выезд на нашу дорогу, на нашей улице. Вот. Ну, по-моему, кусты особой такой помехой не будут. Раньше мы здесь лодку держали, стояла. Стоянка для лодки была. А сейчас редко-редко выезд машины осуществляется. Вот. Я в основном езжу вон там. Здесь только, знаете, это самое, иногда товар какой-то привозят, который я купила на Амазоне. Вот. Используют эту дорогу. Вот. А я бережно отношусь к этим кустикам и восхищаюсь их жизнелюбию. Из окна моей спальни, друзья, видна вот эта красная роза. У нее такой интересный бутон. Специалисты, по-моему, называют бокал. Форма цветка. Очень красивая. Красотой надо делиться. Вот делюсь с вами. Цветет она. Она, эта розочка, приятна. Приятна, но запах, я бы сказала, слабый. Несильный запах. Вот. Живет со мной много лет. Название ее сорта я забыла. Если где-то найду, напишу. Сейчас я иду, друзья, показать вам, как у меня взошли семена, взошли арбузов. Я выбрала сорт, знаете, Шуга Бэйби. То есть сахарный малыш. Он действительно маленький будет арбузик. Но у нас два человека, семья, я да муж. Нам как раз один маленький арбузик съесть пополам. Меня удивляет. Вот посмотрите. Слева и справа всходы, да? Посадила в один и тот же день. И вот здесь есть некий уклон, понижение слева направо. Неужели вот этот уклон повлиял? Так по-разному взошли. Рассада так по-разному взошла. Здесь, смотрите, уже такое видно. Хорошо растение. А там он 2-3 листочка. Ну, на одном 2, на другом 3. Вот неужели из-за понижения это? В один день посадила. Одинаковые условия. Рядом у меня оставлены небольшая кучка листьев. Когда вот эти вот растения подрастут еще побольше, я тогда обложу листьями. Вот, знаете ли вы, друзья, или нет, арбузы, они такие растения, пока растут, вот вроде мы считаем, да, что вот эта ягода, одна вода. Ага, пока растет эта ягода, она из почвы выбирает все питательные вещества. Потом сажай, что хочешь, ничего не будет расти. Бедная почва становится. Вот такая ягода. Поэтому, судя по этому факту, то, что арбуз выбирает в себя питательные вещества из земли, я думаю, что это очень полезная ягода. Сегодня, друзья, у меня есть такая тема. Так, начну я откуда. Про дренаж в саду. Самым простым способом заполучить дренаж у себя в саду, это прокопать траншеи. Мне повезло с моим садиком, с местностью, в которой он находится. Вот он, мой сад, справа, да? Вот. Я веду медленно камеру. И вот у нас естественный ров между нами и соседним участком. Его никто не прокапывал, как бы мне туда не свалиться. Вот будет смешно. Сниму видео, как я поломала ногу, да? Вот он, естественным образом, этот ров между двумя участками. Во-первых, друзья, вот этот участок земли никому не нужен был, да? Его, по-моему, нашим соседям как бы в придачу его дали за бесценок. Вот. А благодаря этому рву или траншеи, естественно, да, из-за того, что участок бросовый, никому не нужный, у нас намного больше расстояния с соседями. У всех остальных дома, участки расположены ближе друг к другу. Так вот. Вот такой вот, во-первых, видите, вот сейчас четко видно, уклон. И у соседей то же самое. То есть, этот траншея находится в низинке. А что это значит в смысле дренажа? Это самый натуральный, естественный дренаж. Излишняя влага после дождей, как любая вода, как любая жидкость, стремится в самое низкое место. Самым низким местом здесь является вот эта естественная траншея. Вот и все, друзья. Сейчас я подойду, насколько я смогу, и покажу вам. Вот у нас прошли дожди. Вон, видите, траншея заполнена водой. В зависимости от того, насколько сильный дождь был, она заполняется водой. Но вода, опять же, по своему закону, как любая жидкость, стремится в самое низкое место. Вот эта вся траншея, она сама по себе стремится тоже в озеро. Озеро является поблизости около нашего участка как бы одним из элементов натурального, естественного дренажа. То есть вот этот ров является элементом дренажа. Нам ничего не надо было копать, ничего не надо было придумывать. Вот. А вода, ну вот здесь застой, конечно, есть, но когда уровень воды в этой траншеи больше, вода справа налево, налево у нас находится озеро, она устремляется в озеро. Продолжаю про дренаж. Опять же, мне можно сказать, повезло с какой-то стороны, ну, я имею в этом случае в виду, что не надо обустраивать что-то дополнительно, вкладываться в обустройство дренажа, потому что наш сад, вот я сейчас вам его показываю со стороны, он находится на склоне, и вся излишняя вода устремляется вниз, как любая жидкость. вот. Потом она упирается в дом и устремляется опять же, вот в эту самую дренажную систему, которую нам природа-матушка здесь устроила. Спасибо ей за это. Я сейчас подойду к другому месту в саду, где склон не так выражен, там, можно сказать, плоское место, вот там я дренаж делала сама, с помощью своих рук и лопаты. Ну, я вот смотрю внимательно, конечно, уклон есть, но не такой ярко выраженный, как вот в предыдущем месте. Может быть, там от силы, там, 15-20 градусов, вот такой уклон. Вот. Конечно, друзья, вода тоже, она, благодаря этому уклону, да, будет слева, направо, излишки воды стекать. Вот. Но я помню, когда я обустроила вот этот цветник, я поняла, что мне нужно дополнительно прокопать траншею слева, потому что уклон еще есть, вот как бы от меня, от камеры, туда вот дальше. Вот. Туда вода стекала в моем цветнике-миксбордере и застаивала, потому что там у нас между нашим участком и соседями, ну, как бы такие шпалы, что ли, дорожные, проложенные, вот, в виде границы. Ну, это сантиметров 15 высотой. Они были преградой для стекания воды естественным образом. Вот. И там вода скапливалась. Вот. И я вдоль этой границы, вдоль этих шпал, видите, вот проходит граница, я все, ну, на один штык лопата я такой вот ровчик прокопала, и тогда все кардинально изменилось. Вода собиралась в этом ровчике и стекала вниз туда, по этому рву. А вот пока я этих земельных работ дренажных не провела, застой воды был, растениям это не нравилось. Есть особо чувствительные растения к застой воды, ну, они разные, есть менее чувствительные, но многим растениям не нравится, когда вода застаивается. Вот. Это единственное, что я сделала собственными руками по поводу дренажа. А вообще, друзья, дренаж это первая работа, которая должна быть продумана и осуществлена в садиках. Потому что, когда произведешь посадки, уже поздно метаться, поздно там чего-то копать. Это вот мне повезло, например, в этом случае. У меня не было проблем. Я вдоль границы взяла и прокопала. Вот. Я быстро поняла, что мне нужен этот ров искусственный. быстро его прокопала и все. Проблема была решена. Я так думаю, что это, конечно, не разовая работа. Раз, сделала навсегда. Надо иногда это освежать этот ров. Потому что, знаете, почва наносная там скапливается, листья. Вот. Нужно делать, наверное, время от времени. Вода в саду, на участке, как любая жидкость, по правилу, стремится с верхней точки всегда в нижнюю. Вот. Здесь вот я примерно посередине нашего участка, у меня одинакор, или, ну, где-то 30 соток, я так прикидываю. Вот. Здесь вода стремится вниз. Естественный дренаж, так сказать, да? Друзья, знаете вы или нет, я вот знаю и использую такую вещь, что холодный воздух стремится в низинке. В низинках холодный воздух застаивается. Я это использовала в своем саду. Во-первых, я нашла место в тени, а во-вторых, в низинке. Вот еще раз показываю. Видите? Вот небольшой, казалось бы, склон, да? Вот. Вот это вот самый низ этого склона. Дальше участок у нас, ну, такой более-менее плоский, прямой. Вот. А здесь низинка. И почему я воспользовалась низинкой вкупе с тенью? Да потому, что у нас в Луизиане очень жарко. И место в тени, оно само по себе очень ценно. А место в низинке, где скапливается прохладный воздух, это вообще по нашим понятиям южан драгоценность. Здесь можно, друзья, передохнуть от жары в тени, и где более-менее прохладно. Всем рекомендую обратить внимание на то, что холодный воздух скапливается в низинках. Ну, говорю для тех, для кого это актуально, важно. Для тех, друзья, кто не обращает внимания на обустройство дренажа на участках, хочу сказать, что делаете это вы совершенно зря. И я сейчас хочу рассказать о моей крупной ошибке по обустройству дренажа. Хотела вам показать трубу, которая идет... А вот, беленькая что-то виднеется, да? Вот эта труба ПВС, она уходит в озеро. Вот, это такой дренаж. Соседи направляли воду со своего участка в озеро. Сейчас вот где сплошные заросли, мне даже больно об этом вспоминать, друзья, здесь был красивый-прекрасивый пруд у нас с мужем. Сейчас все заросло, мы это дело забросили. Знаете, почему забросили? Потому что поначалу мы вроде бы пытались сделать дренажную систему. Это, видите, вода стремится в озеро, да, с участка, который по отношению с озером на возвышении, как бы. Вот, у нас был расчет, что вот эта труба, она справится, излишняя вода под пленкой, под нашим прудом, ну, будет нормально себе существовать, дренаж вроде бы есть. Оказалось, что этой трубы далеко недостаточно, а просчитать, сколько труб, какого объема нужно воссоздать дренажную систему, могут просчитать, скорее всего, только специалисты. Как видите, я вот как обычный садовник, несмотря на то, что там я дизайнер по образованию, садовый дизайнер, вот, я просчиталась, я ошиблась, в результате пруд, пруд наш просуществовал вплоть до того момента дня, когда прошел сильнейший ливень. Мы увидели, что пленка поднимается в пруду, то есть после, в результате сильного ливня грунтовые воды настолько поднимались, что они поднимали пленку. Все, это был просчет, друзья. Вот, ну, правда, просчет, не просчет, вот, верни все время назад, я бы до сих пор не знала, куда этот пруд расположить, потому что для пруда нужно плоское место, на склоне его не построишь, а плоское место как раз вот только тут и есть. Вот такие дела. Дренаж очень важен для обустройства сада. И у кого проблемные участки, не пренебрегайте дренажными работами, приглашайте специалистов или рассчитывайте каким-то образом сами. Но дренаж необходим. See you later on my channel. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok